Продолжение темы. Небесная гвардия. Верхний астрал. Архистротек Михаил. Здравствуйте, любимые мои. Сегодня я продолжу свой рассказ об обитателях астрального мира. Он настолько богат и разнообразен, что его вполне можно сравнить с вашей земной жизнью. Он поистине является ее продолжением, с той разницей, что на Земле души человеческие пребывают в физических телах, а в астрале в своем развоплощенном состоянии. И сейчас мы поговорим о тех, кто обитает в более высоких астральных слоях. Прежде всего это души, которые в своей земной жизни не сумели приблизиться к Богу настолько, чтобы после смерти вернуться туда, где они обрели бы мир и покой. Проходя свои земные уроки уже осознанно и готовясь к своему новому воплощению. Иными словами, эти души не наигрались еще в земные игры и продолжают это делать, находясь уже на тонком плане Земли. Но теперь, не имея физического тела, они способны принимать участие в жизни землян только через тела и сознание тех, кто находится здесь в воплощении. И многие из них достигли в этом настоящего совершенства. Настолько тонко они действуют, так незаметно овладевают сознанием людей, что те уже не способны отличить свои собственные мысли и свои эмоции от тех, что принадлежат их непрошенным гостям. И свидетельством их профессиональной работы являются многочисленные послания, статьи и даже целые книги, продиктованные людям этими «великими» тружениками астрала. Но даже находясь в разоплощенном состоянии, такие души продолжают свою духовную эволюцию. Кто-то из них поднимается выше, а кто-то падает вниз. И ярким примером этому является Краюн, сущность четвертого измерения, которая открыла глаза на происходящие события сотням тысяч людей. Он действительно многое знал и намерения его были чисты и божественны. Он нес людям истинную информацию, очищая их сознание и открывая им дорогу к вознесению. Но он не смог пройти испытания славой, той невероятной популярностью, которую он обрел на земле и упал до третьего измерения. Наверняка те из вас, кто читал раннего Краюна, могут почувствовать разницу с последними его посланиями, вибрации которых несопоставимы с теми, что были раньше. И в этом таится большая опасность, поскольку люди по инерции продолжают воспринимать все, о чем он говорит, как неприложенную истину, как послание высших сил. Это подобно тому, как и его земные коллеги, контактеры, не прошедшие проверку славой, обуреваемые гордыней и тщеславием, падают в вибрациях и, будучи неспособными дотянуться до высших сил Вселенной, довольствуются суррогатом, диктуемым им астральными сущностями. Почему я рассказываю об этом вам так подробно? Я знаю, что многим из тех, кто читает сейчас это послание, открываются каналы яснослышания, ясновидения и яснознания. И мне хочется предостеречь вас, любимые мои, от ошибок и разочарований. Ведь рано или поздно вы обязательно поймете, кто является источником получаемой вами информации. И лучше, чтобы вы знали об этих подводных камнях, которые могут встретиться на вашем пути к свету. Что же касается меня и моего ангельского войска, мы работаем с этими развоплощенными душами особенно бережно, наполняя их энергиями высочайших вибраций и помогая уйти домой, где их любят и ждут. Многие из них с благодарностью принимают нашу помощь и прекращают свои блуждания в астралии и заигрывания с людьми, которые не дают двигаться вперед им самим и их жертвам на земле. И я очень прошу вас, родные мои, будьте бдительны. Научитесь отслеживать каждую свою мысль, каждую эмоцию. И всегда спрашивайте себя, чем вызваны мои эмоции, какие энергии они несут, что дают они моей душе. Благословляю вас на чистоту помыслов и действий во благо вас самих и всех окружающих вас людей. Искренне любящий вас, архистратик Михаил говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Небесная гвардия. Верхний астрал». Продолжение следует...